Это фирма американская Stryker. Ее преимуществами, конечно, является высокая четкость разрешения. То, что мы делаем на операции, мы можем разглядеть во всех подробностях. Специалисты поликлиники номер 9 с гордостью демонстрируют новое оборудование. В прошлом году учреждение получило лицензию на проведение сложных диагностических и лечебных манипуляций по травматологии и ортопедии прямо в поликлинике. Мы можем применять не только обычные рутинные рентгенографии, а, соответственно, опрос, но и кроме МРТ делать ортроскопию. В чем важность этого? В том, что МРТ, которое считается золотым стандартом диагностики, потому что оно это не инвазивное исследование, оно, к сожалению, не закрывает все патологии, которые есть в суставе. Например, разрушение хряща на первых стадиях его просто не видно. И тут нам помогает операционная диагностика. То есть через несколько проколов мы можем просто осмотреть сустав. Ранее подобные вмешательства осуществлялись только в рамках стационарного лечения. Чтобы прооперироваться, пациенту нужно было получить направление от лечащего врача, сдать множество анализов и провести в стенах больницы несколько дней. А теперь диагностика под ключ с момента, когда человек зашел в больницу и до получения квалифицированного лечения занимает максимум два дня. Помимо обычного амбулаторного приема и кабинетов для выполнения манипуляций хирургических, имеется операционный блок, в котором работают все узкие специалисты хирургического профиля. Это и уролог, это гинеколог и, в частности, хирург тоже. Выполняется большой объем амбулаторных операций. Это как и экстренного плана, и плановые операции. Такая помощь очень востребована. В месяц здесь оперируют до 20 пациентов, причем совершенно бесплатно, по полюсу ОМС. Кроме того, в поликлинике открыли комфортный стационар, чтобы весь комплекс услуг, от операции до реабилитации, можно было получить в одном месте. Достижения наши существенны на рынке медицинских услуг. Это и открытие кабинета антицитокиновой терапии, лечение больных с ревматическими заболеваниями, генно-инженерными препаратами. 1500 случаев мы пролечили в 2017 году. Это и лечение больных с вирусными гепатитами. Мы одна поликлиника в Приморском крае, которая занимается лечением гепатитов на амбулаторном этапе. 300 случаев мы пролечили в прошлом году, и в этом году у нас тоже государственное задание столько же случаев. В планах – развивать работу онкологического кабинета для проведения химиотерапии. С этой целью поликлиника обучила врачей-онкологов, и с 3-4 квартала эта работа начнется. Врачи пытаются доказать, что стационар – это не панацея, а получить качественное лечение можно и в амбулаторном режиме, не тратя ресурсы, время и нервы всех участников процесса. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Татьяна Костырко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.